Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале на котором каждый день есть что посмотреть по танкам. И в сегодняшнем видео мы будем с вами заценивать забытую легенду. КВ-13, танк, который выходит на продажу крайне редко и за реальные деньги, за золото, я вообще его не помню, честно говоря, в игре в магазине. Если вы это помните, пишите, пожалуйста, в комментариях, за сколько его продавали. В отношении КВ-13 можно обсуждать много чего и очень долго, но лучше всего кратко обсудить технические характеристики и просто заехать на нем в бой. Также стоит отметить, что в ближайшее время на канале будет два знаменательных события. Первое событие это день рождения канала и второе событие это 50 тысяч подписчиков. Я уверен, что мы скоро добьем эту цифру. И вот, ребят, на эти знаменательные даты у меня назначен ряд розыгрышей и в этих розыгрышах будут участвовать подписчики моего канала. Хотите участвовать в розыгрышах, подписывайтесь прямо сейчас и жмите на колокольчик. Кстати, КВ-13 собираюсь тоже разыгрывать среди зрителей, поэтому если вы хотите поучаствовать в этом розыгрыше, напишите в комментариях дату регистрации моего канала. Этого будет более чем достаточно. Ну и, соответственно, прожмите на колокольчик, если вы подписаны на канал, для того, чтобы не пропустить мои следующие видео, потому что именно в следующих видео розыгрыши и будут проходить. Спасибо большое заранее за поддержку канала в его развитии. Ну а теперь КВ-13. Смотрим на технические характеристики и, как я говорил, лучше поедем на нем в каточку для того, чтобы посмотреть на что он способен. Это не самая бодрая тачка и, безусловно, это не имба, но это легендарная машина, обладающая очень хорошим сведением в 3,5 секунды. Разброс вполне себе приемлемый в 0,340 и, я бы сказал, неплохой ДПМ в 2,5 тысячи, а если быть точным, то 2600. И здесь, ребят, все это благодаря тому, что у вас время перезарядки менее 5 секунд и при этом вы накидываете по 200 единиц урона на базовом снаряде. По пробитию здесь, конечно, крайне скудно. 144 на базовом снаряде и 194 на подкалиберных. Даже против семерок в основном сражаться сложно. При этом всем стоит отметить, что есть очень скудный угол склонения орудия вниз в минус 5 и отыгрывать где-то на неровностях практически невозможно. А это, ребят, не тяж, это средний танк и каким-то разовым уроном крутым он не отличается. В оборудовании можно поставить себе калиброванные снаряды и я играю именно так. По одной простой причине, потому что когда вы ставите калиброванные снаряды, вы несущественно теряете во времени перезарядки. Здесь у вас время перезарядки будет все так же менее 5 секунд, но при этом всем вы получаете себе пробитие в 156 единиц на базовом снаряде. И здесь эта цифра еще хоть как-то приемлема, играя против семерок. Против шестерок играется абсолютно налегке, ну а в отношении восьмерок, понятное дело, его разбирать будут со страшной силой. Стоит также отметить, что особо крутой броней машина не отличается. Ну нет у него крутой брони. Но в целом тачка очень даже интересная. Ну что, поехали, посмотрим на что он реально способен. Ну что ж, друзья, поехали. Давайте попытаемся заценить и сразу, как обычно, начинаем с подвижности. Подвижность, как для среднего танка, вполне себе приемлемая. Да, некоторые машины более бодро себя показывают в этом отношении. Но в целом передвигаться более чем достаточно. По маневренности тоже вполне себе приемлемо. Да, не лихачим, не входим с дрифтом в повороты, но при этом всем можем повернуть туда, куда нам надо и не теряя практически в скорости. В отношении времени сведения. Время сведения ощущается крайне скудным. И да, действительно играется сложновато. Но в то же время к этому показателю можно привыкнуть. И учитывая то, что у него 200 единиц урона за выстрел, можно сказать, что вполне себе обоснованное время сведения. Также стоит отметить, что такой уровень урона за выстрел обоснован, ну, не совсем на все 100%. Потому что если по времени сведения все нормально, все окей, то вот в отношении живучести машины, ну, как бы маловато. И понятное дело, что порой этой эльфы недостаточно для того, чтобы можно было нормально за себя постоять. В целом, время перезарядки, к которому сейчас переходим, не является ущербным. То есть 5 секунд по времени перезарядки до на 200 единиц урона, можно сказать, очень даже классно. Но есть огромный, огромный камень преткновения, я бы сказал, огромная ложка дегтя. Ну, пускай не сильно большой, но довольно прикольной бочки меда. Здесь, ребят, угол склонения вообще неиграбельный. И выезжая куда-нибудь на какую-нибудь горочку, вы можете вполне спокойно получить в дыню. Причем, как сейчас, несколько раз, слава богу, без пробития. Но факт остается фактом. Для того, чтобы кого-то выцелить, необходимо полностью показаться своему сопернику. И только после этого у тебя получится нормально его выцеливать. Так, барабанный товарищ, иди сюда, будем с тобой разговор разговаривать. Буду накидывать тебя по средних 200 единиц через каждые 5 секунд. Не успел. Наши союзники оказались более проворными. Что могу сказать от себя в отношении КВ-13? Как я уже сказал в начале видео, это далеко не имба. Это далеко не самый крутой танк на седьмом уровне. Уж тем более среди коллекционок. И понятное дело, что найдутся желающие написать в комментариях по поводу того, что, ну блин, уничтожитель или крушитель куда лучше. И понятное дело, я с вами соглашусь. Но, ребят, не стоит путать легенду с просто удачными машинами. Я понимаю, что и удачные машины становятся легендарными. Но легендарность тачки не всегда обоснована именно тем, что она очень круто нагибает в рандоме. Иногда легендарность машины обоснована тем, что она является крайне редкой тачкой. Иногда обоснована тем, что вы можете не нагибать рандом, но при этом всем получать удовольствие от боев. И КВ-13 относится как раз ко вторым машинам. А именно к тем машинам, которые являются легендарными, потому что являются крайне редкими представителями в нашей игре. Ну и что самое интересное, что данную машину вы практически не встретите в рандомных боях. Я, по крайней мере, за последний год встречал ее только тогда, когда самостоятельно на ней выезжал. Больше я ее не видел. Напишите, кстати, в комментариях, сколько раз КВ-13 вы видели за последнее время и вообще видели ли вы эту машину. Ну и напомню еще раз, если вы хотите получить себе КВ-13, то для этого достаточно просто пока подписаться на канал, поставить палец на колокольчик, для того, чтобы не пропускать следующее видео и по возможности поражать лайкосик. И да, написать в комментариях дату регистрации моего канала. Вот такие вот пока простые условия, ну а что делать дальше, расскажу в следующих видео. Ну что ж, смотрим на наши результаты. Результаты не сильно крутые. 836 единиц урона, зато знак классности третьей степени. Эта тачка просто суперски подходит для того, чтобы на ней выполнять всякого рода боевые задачи, связанные с получением знаков классности. Похвалим наших союзников в отношении того, что можно действительно делать на КВ-13, то мои максимальные результаты на данной машине были в районе 2 с копейками тысяч урона и несколько уничтоженных соперников. Но для этого все-таки желательно, чтобы карта была максимально ровной, без всяких холмов, горбов и неровностей. Ну и соответственно, чтобы ваши союзники находились рядом с вами и вы вместе с ними разносили ваших соперников. КВ-13 не самый крутой танк седьмого уровня, но однозначно один из самых редких. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok